срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев это урок номер 11 мы продолжаем с вами разбирать тему woodmart и в этом видео разберем виджет иконки социальных сетей так как настройки спрятаны в другом месте и если вы действуете сначала вы можете сразу не разобраться во первых иконки нас делится на 2 на 2 вариации этой иконки там где вы есть в социальных сетях это группы в социальных сетях где вы их ведете чтобы была отсылка с вашего сайта на эти группы или второй вариант это кнопки поделиться в соц сетях то есть обычно в шапке сайта вот здесь до или в подвале вы используете кнопки там где вы есть в социальных сетях а кнопки поделиться это обычно у нас выводится допустим в подробностях в товарах вот они нас по умолчанию живутся в блоге в статьях и так далее и нам нужно навести здесь порядок потому что многие соцсети допустим нам не интересны которые допустим не работают в россии или которые вы сами не используете а используйте какие-то свои давайте в этом как раз и разберемся начнем мы опять же woodmart конструктор шапки с компьютерной декстопной версии у нас здесь уже по умолчанию есть иконки социальных сетей если у вас их нет то вы их по плюсу можете найти здесь в готовых виджетах вот они иконки социальных сетей заходим в карандаш и видим что особо настроек не до в общих только у нас есть как раз от разграничение тип иконы поделиться или подписаться то есть мы это тоже самое просто здесь немножко другой перевод это подписаться на на группы в социальных сетей это я предполагаю что мы его здесь вверху вводим ссылки на наши соц профили в разных соц сетях здесь есть по стилю давайте пройдемся значит у нас стиль кнопок можем просто вот так вот кликать и выбирать какой будет общий стиль здесь тоже форма кнопки круглая квадратная размер сразу можно выбрать из трех вариантов 18 пикселей 14 24 давайте сделаем чуть побольше и цвет темный или светлый это зависит от того если у вас сзади вот эта плашка видите она у меня синяя естественно кнопки должны быть светлой чтобы хорошо было видно но теперь где сами соц сети которые нужно настроить мы с вами переходим woodmart настройки темы здесь будет такая вкладка видите социальный профиль разворачиваем и здесь есть еще три вкладки с настройками то есть социальные профили начнем с начала социальные профили то есть липкие социальные ссылки во первых можно вывести это сбоку у нас да вот здесь вот сейчас давайте до них дойдем сначала разберемся с верхней самой вот здесь верхней переходим вот сюда ссылки на профили в соц сетях здесь все просто во первых здесь есть подсказка полезная настроить шорткод мы можем шорткодом вывести эти кнопки дальше просто проставляем ссылки там где вы есть дабы в теме woodmart предусмотрели так сказать россию потому что здесь есть наверное все что нужно например вконтакте например одноклассники например ватсап например telegram и даже включить можно e-mail но мне как-то показал что это не совсем адекватно работает именно email и как ссылки вывести и там какие мы не хотим выводить у нас по умолчанию живутся facebook twitter вот эта решетка это заглушка имитация ссылки поэтому кнопка выводится мы просто удаляем решетки тех соц сетей которые мы не хотим видеть instagram кстати тоже есть youtube и если сейчас даже временно у вас пока допустим ссылки нету группа не создана вы можете просто также оставить решетку там где хотим вывести соц сеть вот я ставлю вконтакте я ставлю в одноклассниках я ставлю в телеграме и ставлю ссылку в ватсапе допустим вот эти соц сети я хочу сохраняемся также чтобы здесь у нас спрятались ненужные показались нужные нам также нужно пройти вот сюда вот кнопки поделиться соответственно если мы используем такие соц сети там где мы есть и поделиться соответственно я тоже хочу чтобы допустим русских соц сетях здесь тоже facebook есть немножко по-другому отключаем просто кнопки включаем поделиться ватсап одноклассники telegram и даже есть вайбер здесь и почта вот эти включаем сохранить идем на сайт обновляемся вот у нас видите и одноклассники и все что нам нужно здесь выводится теперь если мы пройдем в товар у нас поделиться товаром тоже теперь выводятся те же самые кнопки только и разница между ними есть да тут это ссылки на соц профили там где мы есть а это именно поделиться то есть кликая на кнопку допустим одноклассников я могу поделиться на своей странице на стене одноклассников этим товаром конкретно я думаю вы знаете как работают вот эти кнопки поделиться и в дальнейшем настройках мы вообще это можем вот здесь отключить если вы не хотите чтобы у вас была эта возможность делиться товаром соц сетях это можно будет скрыть теперь давайте поговорим про боковую панель это именно поделиться то есть залипающая такая плашка на ваше усмотрение хотите использовать или нет тип липких социальных кнопках опять же выбор поделиться либо там где вы есть в социальных сетях выбора здесь нужно сделать выбор позиция либо слева либо справа ну давайте слева оставим сохранить это тоже не так давно появилась такая возможность в удмарте раньше такой фишки не было обновить вот мы видим youtube одноклассники все все то же самое там где я есть социальных сетях вот естественно я сейчас перейти не смогу потому что ссылок там нет и при прокрутке видите эти кнопки их видно я допустил тут маленькую ошибку смотрите я обратил внимание что youtube тут не выводится а здесь выводится я вот здесь ошибся я вывел здесь кнопки поделиться сайтом в соц сетях поэтому youtube и не выводится давайте это исправим вот у меня стоит подписаться хотя по моему я выбирал второй вариант вот после этого тут же появляется youtube все это ссылка типа там где я есть ну и не забываем что на вкладке mobile если вы выводите соц кнопки они у меня выводятся они вот здесь выводятся у меня здесь тоже нужно сделать справку видим youtube а нет значит тут не те кнопки заходим сюда подписаться и ничем не отличающийся виджет что для декстопа что для мобилки давайте только здесь попробуем сделать размер побольше вот видите вот такие появляются кнопочки все работает внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт у вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно сел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у коммерс элемента какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в телеграм не оставляю в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok